Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас по традиции новая игра. А поскольку месяц декабрь он предновогодний, мы делаем игры в тематике нового года. И сегодня наша игра будет вот с такими замечательными Дедушками Морозами. А для чего же эта игра и что для нее нужно? Нам понадобится с вами листок формата А4, соответственно, что-то, чтобы раскрашивать Дедушку Мороза. У меня в данном случае это фломастеры, можно делать это карандашами. Ну и, собственно, для самой игры нам понадобятся еще ножницы. Ну, ножницы нам понадобятся для ребенка, поэтому сразу оговорюсь, что они должны быть безопасны. У детских ножниц скругленные края всегда, чтобы ребенок не поранился, определенное расположение лезвий и вот такие вот некая защита, да, вот на моих ножницах есть, чтобы не закрывались до конца, да. И чаще всего прорезиненные, у меня в моем случае это пластиковые, но обычно лучше, вернее, брать прорезиненные ножницы, чтобы ручки не натирала, кожу не натирала у ребенка, поскольку кожа у ребенка нежная и ему хватает даже такого, да, небольшого времени, проведенного за вырезанием, чтобы, например, оставить мозоль на руке. Что за игра и как ее создавать? Нам нужно нарисовать Дедушку Мороза. Я делала это, ну, просто вот когда готовилась, да, просто рисовала такого, который мне понравится. Ну, собственно, лицо, да, у Дедушки Мороза я рисовала вот так. То есть колпачок, шапочка, глазки, носик, усы обязательно. И самая важная часть для нашей игры, это его борода. Борода как раз и будет использоваться в игре, поэтому, собственно, нам верхнюю часть нужно занять будет изображением Дедушки Мороза, а большую часть листа мы занимаем бородой. Борода нам нужна для того, чтобы вырезать, чтобы учить ребенка вырезать, чтобы осовершенствовать этот навык. Вообще, на самом деле, нам кажется, что, да, взрослым, которые уже много-много лет вырезают, режут в разных направлениях, что это очень простой процесс. И для чего же нам вообще создавать игру для того, чтобы резать? Но, на самом деле, для ребенка это очень непростое занятие, и приучать ребенка к вырезанию, к работе с ножницами, можно уже с того момента, как только ребенок научился драть волосы, например, у мамы, да, когда он хватает сильно за волосы, тянет, да, можно даже с маленького возраста, то есть там лет с года, с двух. Ну, понятно, что грудничкам мы этого не будем предлагать, а вот деткам постарше, которые уже почувствовали силу в ручках, можно потихонечку предлагать резать. Не такие задания, но, например, там, порезать коктейльную палочку, да, мы даем ему короткие какие-то вот такие вот действия делать с ножницами. На самом деле, при работе с ножницами работает головной мозг очень хорошо, поскольку мы координируем движение двумя руками, то есть мы одной рукой держим лист, другой рукой мы производим другое действие, да, то есть, а рука, соответственно, по ходу ножниц у нас вторая совершает такие движения. Это совершает такие движения, это все координация работы двух полушарий, и это на самом деле очень полезная работа, плюс это тренирует руку, если вы хотите, чтобы ребенок в школе красиво писал, чтобы у него был красивый почерк, чтобы рука была поставлена и готова к первому классу, мы занимаемся с ножницами. Так вот, нарисовали мы лицо Дедушки Морозу, изобразили ему бороду, и на бороде мы наносим пунктирными линиями, линии, по которым ребенок будет резать, по которым ребенок будет производить действие, да, с ножницами. В данном случае у меня на этой бороде, да, такие прямые линии пунктира, есть у меня дедушка с бородой, у которого зигзагообразные такие линии, это уже более сложные, сначала мы начинаем с простого, потом идем к более сложному. В данном случае вот такие движения ножницами делать сложнее, и, соответственно, есть у меня дедушка с пустой бородой, на нем я как раз хотела показать, что можно делать абсолютно любые линии, по которым ребенок будет вырезать. Если вы хотите упростить, то мы делаем, например, не 6, там 7, 8, а 2, 3, да, такие полосочки делаем. Смотрим, как ребенок справляется. Если он справляется, усложняем, делаем побольше. Затем можно делать вот зигзагами, потом можно вообще делать волнообразные, да, когда нам нужно угол скруглять, это еще более сложный навык. Соответственно, все эти дедушки морозы нашему ребенку принесут большую пользу, поскольку наш ребенок научится вырезать и весело использует, проведет время. Сейчас на одном из них покажу, как будет происходить процесс и зачем нужно следить. Во-первых, ребенку перед работой с ножницами мы объясняем технику безопасности. Соответственно, техника безопасности, я не буду ее повторять здесь, но основное, да, что пальчики, нужно следить за пальчиками, не подкладывать пальчики под линию, вот где мы режем. И, соответственно, мы не оставляем ребенка никогда, не оставляем ребенка одного, когда он работает с ножницами. То есть вы находитесь рядом, вы наблюдаете, вы смотрите, чтобы ребенок грамотно обращался с этим предметом, потому что на самом деле ножницы это опасный предмет. Вот мы даем ребенку ножницы и просим его по пунктиру вырезать дедушке бороду. Вот он вот таким образом тренирует свои ручки. При этом можно эту поделку потом, например, подарить кому-то из своих близких, да, это будет такого рода поделка, поскольку ребенок принимал здесь участие, да, он дедушке создавал дизайн бороды. И, кстати, я за то, чтобы, например, в таких случаях привлекать старших детей. Очень легко ребенок, там, более старшего возраста может вам создать такого дедушку Мороза, да. Вы сами можете нарисовать пунктиром линия, а бороду и голову ребенку может нарисовать и ваш старший ребенок. Таким образом вы, можно сказать, убьете двух зайцев, да, займете сразу двух детей. И, кстати, очень часто взрослые дети, вот в моем случае, например, у меня есть старший сын и младший сын, они откликаются. То есть старшему ребенку интересно создавать для младшего какие-то задания, с которыми тот потом будет справляться. Вот получился у нас вот такой дедушка Мороз с веселой уже такой двигающейся бородой. Вот, соответственно, мы сделали поделку, мы весело и интересно провели время с ребенком, создали новогоднее настроение и укрепили мышцы рук. Ну и давайте нашему дедушке Морозу, который остался без линии, чтобы он не чувствовал себя обделенным, нарисуем также на бороде какие-нибудь линии. Например, как я уже говорила, можно нарисовать вот такие волнообразные. Мы делаем их тоже пунктиром, то есть мы таким образом обозначаем ребенку как бы движение, да, как он должен производить это движение ножницами. Соответственно, я сейчас староплюс, но вообще на самом деле это не сложно. И тут никто не будет проверять ваши художественные способности. Здесь смысл в том, чтобы вы обозначили ребенку путь, который он должен проделать ножницами, да, по бороде дедушки. Для ребенка это задание игровое, это ощущение праздника, да, то есть вы сами создаете своему ребенку ощущение праздника вот таким вот веселым дедушкой Морозом, а при этом вы для него создаете еще и способ для того, чтобы он развивался в игре, для того, чтобы ему было не только весело, но и полезно проводить время. А на этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про наш телеграм-канал. Пишите свои комментарии, если вдруг у вас будут какие-то вопросы, мы всегда им рады. А на этом у меня все. Пока-пока.